Встреча с Синодом 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 После его избрания Господь, видимо, и через меня недостойного направил вам эту сию святынику. Спасибо, Господи. Первый вопрос – это итоги празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Хотел бы сказать о том, что уже тоже известно, достаточно большое количество юбилейных торжеств прошло, в том числе и празднования дважды в Троице-Сергиевой Лавры на Куликовом поле, проведение первого монашеского съезда общецерковного, которое мы назвали монашеским собранием, большое количество различного рода конференций, выставок. Преподобный Сергий вошел, конечно, через эти празднования в жизнь нашего народа. Люди обновили понимание великого подвига, который совершил этот угодник Божий. Важно и то, что очень многие люди, власть имущие, представители нашей интеллигенции, представители деловых кругов, близко к сердцу приняли это празднование и откликнулись на него, в том числе и многими добрыми делами. И среди них я хотел бы выделить большой объем реставрационных работ по Лавре Троице-Сергиевой. Никогда ничего подобного не происходило на территории Лавры. Были проведены исследовательские, археологические, научные работы, связанные с восстановлением зданий, с восстановлением первоначального слоя. Но самое главное, может быть, то, что удалось сделать, это построить новое общежитие для студентов Московской Духовной Академии. В мысли о необходимости строительства этого общежития возникла у меня еще пытность моим митрополитом, когда в один из вечеров после всеночного бдения в канун преподобного Сергия я решил пройтись по семинарии, по академии и взглянуть на то, как живут и учатся студенты. И был, конечно, очень смущен тем, что увидел. Студенты жили в совершенно неподобывающих условиях. Я так подумал, что если будущие священники в таких условиях живут и воспитываются, то у них начисто разрушается всякое эстетическое чувство, а вместе с ним и чувство порядка. И тогда поделился своими мыслями с покойным святейшим патриархом. Он сказал, что знает об этой проблеме, но она почти что неразрешима из-за множества обременений, которые несет на себе территория Лавра, особенно в связи с новым строительством. И действительно, уже после того, как Господь призвал меня к патриаршему служению, один из первых вопросов, который мной был поставлен, это вопрос о строительстве нового общежития. И мы столкнулись со многими обременениями, но, по милости Божьей, все было решено. И вот сейчас Московская духовная школа имеет замечательное общежитие, и практически на долгие годы мы решили вопрос с размещением студентов. Остаются еще некоторые вопросы по строительству столовой. Мы не будем строить новое здание, а будем располагать столовую и весь кухонный комплекс в переходе между Лаврой и Черниговским храмом. Там достаточно много помещений, но для этого нужно будет убрать типографию Троицы Сергиевой Лавры, что и будет в ближайшее время сделано. И на месте типографии будет большая столовая, а на первых этажах будет кухонный комплекс развернут. Вот говоря об этом, хотел бы сказать, что и в строительстве этого столь необходимого здания тоже видели руку помощи святаго-преподобного Сергия, потому что как бы в одночасье отступили все объективные трудности, в том числе и связанные с финансированием строительства. Я недавно осветил здание, прошел по нему и убедился, насколько оно соответствует современным требованиям. Участие приняли в празднованиях глава государства Владимир Владимирович Путин. Он участвовал на торжествах летнего преподобного. А 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, было торжественное богослужение на Куликовом поле. Там принимал участие премьер-министр страны Дмитрий Анатольевич Медведев. И во всех торжественных богослужениях также принимали участие высокие представители государственной власти. Поэтому такое постановление предлагается. Восблагодарить всемилостивого Господа за дарованную радость проведения торжеств в связи с 700-летием рождения игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского. Благодарить предстоятеля Русской Церкви за понесенные труды по руководству и организации юбилейных празднествий, также по их возглавлению. Выразить благодарность за содействие в организации и личное участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, президенту Российской Федерации Путину, председателю правительства Медведеву, а также за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий, в осуществлении предюбилейной программы ремонтно-реставрационных и строительных работ правительства Российской Федерации, Министерствам, ведомствам, региональным органам власти и органам местного самоуправления, благотворителям. Вынести благодарность председателю Организационного комитета Русской Православной Церкви по подготовке празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, митрополиту Ростовскому и Новочеркавскому Меркурию и членам Организационного комитета, руководителю рабочей группы при президенте России по подготовке к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, полномочному представителю президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Беглову Александру Дмитриевичу и членам рабочей группы, а также синодальным учреждениям и подразделениям Московской Патриархии, архипастырем, пастырем, монашествующим мирянам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении торжеств, отметить высокий уровень активности епархии в проведении юбилейных празднований, выразить удовлетворение в связи с участием волонтеров в торжествах 16-18 июля в Сергиевом Посаде и выразить надежду, что привлечение добровольцев к организации общецерковных и епархиальных мероприятий будет продолжаться и впредь. Вот о последнем хотел бы особенно сказать, невозможно было организовано провести торжества, особенно летнего преподобного, без активного участия добровольцев, почти тысяча добровольцев была, молодежь замечательная наша приходская, они прошли хорошую тренировку, был организован при помощи Министерства обороны палаточный лагерь, большое количество людей, тысячи и тысячи паломников там нашли свое место у приюта и отдыха, и вот все это вместе дало какое-то новое такое вот очертание, новые краски этого празднования, потому что было видно, что не обычное паломничество в Троице Сергиеве Лавру, а не обычное паломничество, потому что десятки и десятки тысяч людей. В общей сложности через два дня, за два дня, через Троицу Сергиеву Лавру прошло более 300 тысяч человек, включая Большой Крестный Ход, в котором принимало более 30 тысяч человек от Ходькова до самой Лавры, но и в течение всего, всех двух дней множество паломников посетили это святое место. Такой краткий отчет.